Инструмент называется тальхарпа. Струнный конский волос, то есть здесь и на смычке. История тальхарпа восходит еще к 7 веку, к эпохе викингов. По одной из версий, музыкальный инструмент и древние войны почитали наравне с оружием. Возможно, поэтому их изображения дошли до наших дней. Скандинавские лиры настолько впечатлили резчика по дереву Никиту Михайлова, что по старинным рисункам он решил создать собственную тальхарпу. И этот инструмент мастер назвал сердце викинга. Тальхарпа – шведский национальный инструмент. Примечательно, что гриф у него отсутствует, нет и ладов. Ноты изменяются за счет касания струн пальцами. Финский родственник инструмента – йохика. Она отличается меньшим размером прорези и более изящной формой. В пределу нет совершенства. То есть с каждым изделием ты двигаешься. Я стараюсь изготавливать инструмент именно из природных материалов, так как было раньше. То есть добиваться именно того звука. Нужный звук Никита Михайлов определяет интуитивно и на слух. Музыкального образования у речика по дереву нет. Однако это не мешает ему создавать не только струнно-смычковые, но и духовые инструменты. Это, к примеру, смесь индейской флейты пимака и окарины, которую чаще всего делали из глины. На сегодняшний день мастер изготавливает пять инструментов средневековья, среди которых есть и небольшая шведская флейта пана. Ее до сих пор используют некоторые музыкальные коллективы. Минимальная цена такого музыкального инструмента ручной работы – 20 тысяч рублей. Весь процесс изготовления той же Тальхарпы занимает несколько месяцев. Выбор эпохи средневековья в своих работах сам Никита объясняет симпатии к историческим реконструкциям. Для их участников мастер изготавливает реплики оружия, причем эскизы разрабатывает сам. А свой первый меч он создал уже в семь лет. Это боевая секира. Заказчик попросил, чтобы оно смотрелось как боевое оружие, и можно было повесить на стенку и льбоваться. Заказы оценителей такого искусства поступают со всего мира. Секрет изготовления орудий и музыкальных инструментов скандинавских дел мастер не раскрывает. Говорит, главное – работать с душой. Анвар Аслямов, Рустам Лукманов, Вести Башкортостан.